Привет! Ты голен? Линд, два снега. Вспомним, а кем был Василий Васильевич? Вот вы сказали писателям раз. Еще? Художникам. Художникам два. Поэтам два. Художникам, да, и художникам, и музыкантам. И агрономам. Он был одним из первых русских авиадров. Мы с вами находимся в дыне музея Василия Каменского. Это село Троица. Это тупик Пермского района. Это слияние трех рек. Реки Сылва, реки Юрман и реки Кутамыш. И очень интересно. Мы получаемся как бы полуостров. Сама Троица, нос корабля. Так же, как Василий Каменский сделал свой дом. Двухэтажный пристрой. Именно в форме корабля. Дом, круглая веранда, нос корабля, потом трюм. Мы с вами находимся в каюте капитана парохода, поэт Василий Каменский. И из этой каюты можно выйти на палубу, осмотреть окрестность и подняться на капитанский мостик, чтобы увидеть эту панораму, этот красивый вид на слияние трех рек. Сегодняшняя наша история про музей поэта-футуриста Василия Каменского в селе Троица Пермского края. Этот музей – это такая небольшая часть Пермского краеведческого музея. Честно говоря, хотя мы сами живем на Урале, про поэта Каменского вы не знали до тех пор, пока у нас в работе не появилась эта история, а история эта появилась в работе из-за нынешней заведующей музея Ольги Ирковой и той команде, которая в музее работает. Экспозиция там небольшая, она недавно открылась после обновления, но, несмотря на это, в музее постоянно что-то происходит, там постоянно что-то меняется, туда постоянно идут гости. Мы, например, были в музее перед Новым годом и целый день туда ехали группы школьников из Перми на новогодние елки. Как заинтересовать школьников фигурой поэта-футуриста, Ольга Иркова расскажет сама. Еще расскажет, как один музей может изменить жизнь одного села. Поднимайте в эту сторону! В эту сторону насадить! Сколько у вас сейчас посещаемость? Выше 7 тысяч. Если правильно я посмотрела, то для нашего музея это очень большая посещаемость, потому что населенный пункт у нас всего 600 человек живет, чуть больше 600. И 7 тысяч в год это много. Бешеный палинок! Где у нас бешеный палинок? Меня зовут Яркова Ольга Владимировна. Я работаю с заведующим домом музея Василия Каменского в Троице. И в этом году мне исполнилось 50 лет. И здесь я уже 17 лет. Но грамоту я получила за 15-летие, потому что я сбегала в детский дом работать на несколько месяцев. Ну, на полтора-два года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сарафанное радио. Это мы попробовали один раз, туроператор, запрос был от туроператора, чтобы не только экскурсия была, а что-то еще. И вот это 2008-2009 год, это первая масленица, которая принесла, так скажем, доход. Кроме экскурсии мы предложили игровую программу на улицу и пекли блины. Это был первый раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, где у нас микрофоны? Потом, видимо, кто участвовал в этой программе, вот эти вот сами участники, им это понравилось. Они рассказали еще кому-то. Пришел еще один туроператор, пришел еще один. Так, по-моему, 11-12 туроператоров, которые запрос именно на нашу масленицу. Именно на нашу, потому что у нас закрытое вот это вот мероприятие. Приезжает класс, и мы работаем только с ним. То есть каждый ребенок попрыгает в мешке, каждый ребенок перетягивает канат, каждый ребенок скатится с горки, каждый ребенок возьмет крепость или там получит подарок от Деда Мороза, если это новогодняя программа. Ну, у нас уже последняя, поэтому я новые батарейки не купила. Ну, и детские песни, чтобы таких не было. У нас только одна песня такая. А у моей Любы, мы кроме нее ничего нового придумать не можем, она шикарная, она перепляс. Ну, там слова такие, не очень. Я их пропускаю. Когда Киркорн про это, а у моей Любы, это сисочки, уей, уей. Я куплет постараюсь пропустить. Мне кажется, у нас постоянно вопрос задают, я не знаю почему, а сколько у вас здесь человек работает? То есть, видимо, тот объем работы, который мы делаем, должны создавать команды, там, аутсорсинга, которые должны, армия, должны это делать, а делают всего три или четыре человека. То есть, вот, видимо, вот это тоже подкупает каким-то образом, что хочется ехать именно к нам. Кони, это наш сотрудник, Георгий Кириллов. Вот он такой, он раньше работал, когда он еще клуб был не закрыт, он работал заведующим клубом, и последнее время у него хобби, он поет. Берет уроки вокала и поет, выступает со сцены нашего дворца культуры в поселке Сылово. Перепляс не успели сделать? А? Перепляс не успели сделать. Ну ладно. Там они сами узко решают. А Медведь, он же Дед Мороз. Он, это Владимир Рудаков, учитель технологии в Сыловинской школе имени поэта Василия Каменского. Снеговик, мама многодетная, она сейчас в декрете с четвертым ребенком. Поэтому есть свободное время, когда дети нянчатся, нужно заработать на подарки. Поэтому вот есть возможности таким образом. Ну, у нас финансовый план, у нас план по людям, их никто не отменял, поэтому нужно каким-то образом его выполнять. Но важно для меня, скорее всего, то, что дети, они узны в народной традиции, то, что мы можем создать условия, они могут и руки погреть возле печки, они могут попить горячий чай, что у них есть горка, что они, если они находятся два часа в музее, то у них игровая программа на улице, и они увидят белый снег, они могут покувыркаться с горы, тоже по белому снегу. Для них это вообще важно. Когда елки, часто за водой ходить приходится? Да, конечно. Потому что дети приезжают там, у вас стряпают блинчики, мы в основном чай готовим. Ну, конечно, тоже Ольга Владимировна тут команду дает, там, раз, раз, все сделали. Ну, хорошо. Опять, видишь, они катаются на горке, на горке намерзлись, раз, чай с блинами. Хорошо? Он скиплел. Мне нравится то, что дети узнают про Каменского, они, хотя бы первое соприкосновение какое-то у них происходит, потому что они потом неоднократно приезжают, или летом с родителями приезжают, и так, может быть, от трех до пяти раз, то есть они привозят разных людей. То есть мне очень нравится то, что в этот музей люди любят возвращаться. Зачем они возвращаются? За вашей атмосферой? Я думаю, что да. Именно за тем, как построена работа музея. Как вы думаете, как бы он оценил то, что здесь проходят такие шумные новые годы и Масленица? Я думаю, положительно, потому что это движение ему нравится. Потому что если бы ему не нравилось, то у нас бы это затухло. А у нас, получается, была в 2009 году первая Масленица, одна, потом четыре, потом девять, потом тридцать, потом сорок. То есть с каждым годом все больше и больше. Вы набираешь цифру один, и там будет звучать отрывок. Цифру два будет другой отрывок звучать. И так вот доказать десять отрывков. Мне Василий Каминский нравится очень. Мне нравится его темперамент, мне нравится его отношение к жизни, мне нравится то, как он ведет себя. Потому что наши темпераменты с ним очень совпадают. Вообще просто по гороскопу мы одинок. Мы овны. И вот эта вот жизненная энергия, жизненные какие-то принципы, они мне импонируют. Потому что если бы я работала в другом музее, например, в музее Маяковского, мне было тяжело. Потому что, ну, если бы я была, наверное, в то время мужчиной, я бы такую же жизнь прожила, как Василий Каминский. Это постоянно какое-то движение, постоянно что-то новое, постоянно, если что-то он узнает, то он хочет каких-то добиться результатов. Нифига, Наташи, Каминский. Нифига. Фактические заслуги власти дали ему взамен бывший дом священника в селе Троица. Я закончила радиотехническое училище, монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Пока я училась, я была комсоргом класса, я была членом комитета комсомола завода АДС. И там спортсменка-комсомолка-активистка. И меня сразу же присмотрели вот в райкоме комсомола. Эти фонари делают по берегам рек. Получается, я тоже участвую в этой, так скажем, акции, чтобы фонари зажечь. Обратить внимание. Только мне на реку лень идти, поэтому я возле бани делаю. Ну и капец у нас есть целый. Потом случилось так, что комсомол начал разваливаться. И волею судеб, потому что маме сделали сложную операцию, а у нас корова, у нас хозяйство, и мне пришлось закончить свою деятельность в городе Перми, и я вернулась сюда. Здесь работать негде, кроме коррекционной школы. И я пошла работать воспитателем. В коррекционную школу. А потом коррекционную школу закрыли. И открыли детский дом. Я там работала замдиректора в детском доме. И потом у меня парализует маму, я не могу нигде работать. Мне приходится сидеть дома. И мне приходит женщина, говорит, что вот в музее Каменского нужен научный сотрудник. Я приезжаю на собеседование, говорю так и так, у меня на руках парализованная мама. У меня три года ребенку. Она говорит, нам нужен сотрудник, чтобы он был в Троице. Не в городе, а в Троице. И меня взяли только потому, что у меня было высшее образование. Здесь, когда ты приходишь, ты чувствуешь себя, что как будто бы Каменский, вот ты пошел в это помещение, а Каменский вот тут в кабинете сидит. Если ты там в кабинет поднялся, его здесь нет, значит он куда-то на улицу вышел. То есть он здесь присутствует. Он всегда как-то, вот я прихожу на работу, я понимаю, что музей Каменского, понимаю, что его нет, что он умер. Но я хожу, я понимаю, что он где-то вот здесь, он с нами, как будто бы он и не покидал этого пространства. Ну, вот есть помятая. Вчера, по-моему, было ровненько. То есть один из вариантов тоже, что может быть кто-то и сидел. Еще надо наверх, на боку быть. Топчан был здесь в первую экспозицию, то есть которая работала с 2004 по 2020 год. Топчан, когда вот утром поднимаешься, такое ощущение, что на нем кто-то ночью или присел, или как будто кто-то рукой по нему провел. Мы, ну так скажем, смеялись, что вот видимо ночью у нас там появляется или Василий Каменский, или кто-то здесь, ну так, свой человек там домовой, или кто-то там был в кабинете. Вот сейчас у нас диван. Будем надеяться, что с диваном тоже будут связаны какие-то свои ассоциации или истории. Я никогда не знала, кем я должна быть, вырасти. Мне никогда не было понятно это. Но видимо основная моя задача это двигать. Видимо внутри я маркетолог. Не знаю, может это не совсем правильное сравнение, но мне интересно раскручивать что-то. Вот раскручивать, не знаю, Масленицы, да, раскручивать Новый год, раскручивать имя Василия Каменский, там еще что-то. Почему нам надо сделать? Своё село, это основное, основное мое предназначение это раскрутить своё село. Потому что это круто, когда ты живешь в населенном пункте, а у него есть такой свой бренд, государственный музей. Еще нынче мороз сейчас будет, он как подмораживает уже, чувствуется. Сегодня точно мороз бахнет 30. Я тут посмотрела, заихла открывать глаза. Забыла, как это, там Чулпан Хаматов играет. Я как начала реветь с первой серии, так до конца всё ревешь, ревешь, ревешь. Килограмм номер целый выребила. А тут прям в таком? Не знаю, что-нибудь такое. Малайка, да? Да, легкая. Потому что мне на работе просто много хватает. Я была просто на очень посторонником. Мне стало скучно. Потому что мы ждали, когда придут сюда посетители, приедут. Они не очень активно сюда ехали. И мне хотелось какого-то движения, что-то, хотелось, чтобы что происходило. Я начала прибираться. Я начала вырезать все кусты, которые здесь наросли. Я начала вырезать там все, разгребать всю территорию. У нас там огород был такой заросший, полуразросший. Потом, когда я все это вырезала, приехал директор музея нашего краеведческого. Увидела, что забора у нас нет, оказывается, как такового, ну, красивого. И мы смогли сделать забор. И получилось, что территорию сразу стало видно. Что вот она, 26 соток. Вот она, эти 26 соток все могут быть задействованы. Какие у вас планы в следующие полугода? Вера Семеновна сказала, в январе директора. 10 февраля Писки-Селева сказала, зам директора. А в конце февраля ты с молодыми специалистами. С 26 февраля масленица. Ну, ты только суббота с Ксением работаешь. А когда у нас на экспозиции мы смотрели только плоскостной материал, черно-белые фотографии, потому что цветных нету, раз Василий Каменский родился в 1884 году. И понятно, что им было мало, чтобы проникнуться этой фигурой, чтобы понять, насколько он интересен, чтобы полюбить его, как любую его я, им не хватало какой-то немножко движения. И поэтому появилась уличная экспозиция. Там мы построили аэроплан в полную величину, в натуральную величину пристанища рыбака, потому что Василий Каменский очень любил находиться в лесу, проводить свободное время на рыбалке, на охоте. Построили сосновый кабинет. Это его знаковое место, которое он описывает в своем произведении «Лето на Каменке». Это мы когда, это, наверное, было пять лет назад, да, первый раз. Было вот 40 заказов, я вела 33, я уже на 33 просто. Здравствуйте. Все, заканчиваю программу. Но было очень тяжело. Мы реально тяжело, когда у нас по пять штук в день было. Нон-стоп, например, в 10, в 11, в 12, в часы. А где работаете? Я в школе. Сынанская средняя общеобразовательная школа имени поэта Василия Каменского. Присвоена нынче, название нам. Что вы попадаете? Я дефектолог и организатор. Педагог организатор. А первое, я менеджер социально-культурной деятельности, постановщик культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. Так что и там, и там. Для поселка Троица музей что значит? Что он заменяет? Я так понимаю, что у вас сейчас тут и градообразующие предприятия. Ну, можно так сказать. Я бы так и не сказала, конечно, но можно и так сказать. Градообразующие предприятия. Потому что все мероприятия здесь проходят, выборы здесь проходят, какие-то сходы здесь проходят. Если приезжает библиотека, то она приезжает сюда. Если приезжает представитель администрации, там соцзащита, еще что-то, они приезжают сюда. Со всеми вопросами, по привычке, все люди идут сюда. Потому что 7 лет я была старостой села. Все по привычке. О, коняш это, в области рта все вспотело. Слушай, там вообще, ой, какая группа хорошая вообще. Молодежь. Выматывают. Да ты сам сходишь, как конь. Ах, я есть. Ну так все, в роли я, я в роли. Первые три ребята приезжали, а они приехали из города. Это, в основном, это гимназии приезжают к нам, и школы городские. Раньше приезжали постарше, но, видимо, сейчас такие дети, что постарше уже другие, какие-то квесты идут. А к нам начальная школа приезжает. А четвертая елка была для местных жителей. То есть местные жители со своими детьми, со своими подарками. Кто хочет, тот мог повстречаться с Дедом Морозом, поздравить своих детей благодаря Деду Морозу с Новым годом, ну и вручить подарки своим детям. Дед Мороз их с удовольствием это сделал, вручил, да. Дай мне написать, потесать свое лицо. Ну и стиху нет, это. Это у нас Новый год, Масленица, Троица в Троице, и День Учителя, где-то вот Покров, Покровские посиделки. Больше я народные праздники не очень мне нравятся, потому что я хочу другие активности. Мне больше хочется, чтобы у нас активнее развивался фестиваль поэзии и музыки в День. Мне его хочется. Ну и поэты приезжают к поэту. Да, и поэты к поэту. И они, главное, что вот молодые люди, это уже взрослые, вот 25-45, вот это вот, и уже талантливые, не маленькие дети. И мне кажется, что это для них важно, что они именно у футуриста в гостях. Вот этот хочется мне фестиваль. Хочется летом какое-то движение с погружением. Погружение должно быть. Это вот иммерсивный спектакль «Один день из жизни Василия Каменского». Когда приезжает, допустим, команда 20 человек, может быть, они знакомы, может быть, не знакомы друг с другом, и живут, как жил эту жизнь Василий Каменский какой-то день. Да, открыто ко всем предложениям. Конечно, если очень много всяких сложностей, это вот согласовывать все, можно, не можно, нельзя, 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 вот это вот. То есть вот это, ну, я думаю, что это преодолевается. Я хочу, чтобы у нас появился якорный шеф. Якорный шеф? Ну, потому что слово «спонсор» нельзя говорить, оно там, как закон о рекламе. А вот якорный шеф – это можно. Поэтому якорный шеф я хочу. Но пока не знаю, пока не знаю, кто бы это мог быть. Потому что у нас, я думаю, что он есть, но он пока еще не знает, что он будет этим якорным шефом. Он есть, но он придет, да, я думаю, что это случится. Субтитры создавал DimaTorzok